Ренийцы, проживающие по соседству с бывшей центральной котельной, не раз предупреждали власти, что по заброшенной территории и по крыше здания бегают детвора. Однако эта информация осталась неуслышанной. И вот случилась трагедия. 23 апреля 2016 года в дежурную часть ренийского отделения полиции поступило сообщение от дежурной медсестры ренийской центральной больницы о том, что привезли в больницу мальчика с ожогом. Данная ситуация имела место быть на старой центральной котельне. Двое ребят, ученики пятой школы, один из которых 2001 года, второй 2000. Как выяснилось, в связи с личным любопытством своим личным вошли на территорию старой котельни, дабы пофотографироваться. По неосторожности один из мальчиков, к сожалению, стал участником столь печального события, получил ожоги. На данном этапе, как поясняют медики, у него ожоги третьей степени, поражено 30% участков кожи. Мальчик находится в Одесской больнице в довольно сложном состоянии. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 128 Уголовного кодекса, то есть причинение телесных повреждений средней тяжести по неосторожности. Как нам сообщил заместитель главврача районной больницы Александр Витальевич Сирота, особенно сильно пострадала правая рука подростка. Некоторые ожоги очень глубокие. Удар током был настолько сильным, что расплавилась цепочка на шее пострадавшего. На лечение молодого человека требуются большие деньги. На закупку медпрепаратов уходит до 300 долларов ежедневно. Школы города Рени объявили сбор средств для помощи юноше. Как сообщил председатель Ренийского районного совета Олег Зуев, будет оказана помощь и благотворительным фондам Придунавьи. Следует отметить, что Ренийская центральная котельная была закрыта около 14 лет назад, когда в городе началась реализация программы по переводу в жилфонда на газовое индивидуальное отопление. Котельную выкупил предприниматель Константин Йенчу, но все эти годы она не эксплуатируется. Еще один не менее опасный объект – быткомбинат, который дал трещину. Там тоже любят бегать подростки. Очевидно, муниципалитету следует сделать ревизию подобных объектов и направить их хозяевам предписание о необходимости обеспечить безопасность. Впрочем, меры безопасности в наше время не мешают и действующим предприятиям. С 23 на 24 апреля около 6 часов утра трое неизвестных проникли в ресторан «Дунай», постучали в дверь, открыл охранник дверь, после чего трое неизвестных в масках уложили охранника, при этом избив его. Зашли в помещение ресторана путем взлома двери, похитили денежные средства в размере около 15 тысяч гривен, а также спиртные напитки, после чего покинули данное заведение. В процессе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска, ренийского отделения полиции, а также с помощью измельского городского отделения полиции в течение суток были задержаны трое преступников, которые являются жителями города Рений, которые в процессе дали правдивые показания. Вещественные доказательства были изъяты и отданы потерпевшей стороне. По данному преступлению возбуждено уголовное производство по статье 186, части 3 Уголовного кодекса Украины. Данное уголовное производство находится сейчас в следственном отделении ренийского отделения полиции, которое будет направлено в конце месяца в ренийский районный суд для принятия решения. Начиная с декабря месяца 2015 года по март 2016 года были совершены ряд краж имуществ жителей города Рени, а именно кража велосипедов и угон автомобиля марки ЗАС. Сотрудниками уголовного розыска 15 числа были задержаны жители города Рени и Ренийского района, которые дали правдивые показания, в процессе чего были изъяты данные велосипеды, которые были похищены, и Запорожец, которые были возвращены владельцы. По данным уголовным производствам ведется следствие по статьям 185, части 2, 3, а также по угону. Данное уголовное производство в конце апреля месяца будут направлены в суд. Вещественные доказательства все были возвращены потерпевшей стороне. В последнее время жители Рени и Ренийского района констатируют снижение уровня преступности. Летом 2015 года была ситуация, когда криминогенная обстановка в селе Орловка достигла пика. И мы тогда созвали районное собрание, куда пригласили депутата областного совета, пригласили из областного УВД, пригласили прокурора, пригласили начальника милиции бывшего. Обсуждался очень яро этот вопрос, потому что люди уже не имели выхода и хотели выходить на улицу. Слава Богу, мы смогли успокоить тогда ситуацию. Кстати, о чуде тогда случилось чудо, что сразу, как мы сделали коллективное заявление, сразу успокоилась ситуация в Орловке. Потому что, знаете, как в один момент стало так, что люди выходят утром на улицу и спрашивают, сегодня кого обокрали или кого ограбили, это было ужасно. Оно немножко утихло, стало поспокойнее, люди начали успокаиваться в этом плане. Когда-то, когда мы подняли вопрос по камерам наружного наблюдения, все брали это на смех. Но теперь у нас в Орловке есть четыре камеры видеонаблюдения, которые на самых таких оживленных узлах в Орловке. Я хочу вам сказать, что это достаточно серьезно повлияло на саму ситуацию с криминогенностью в Орловке. Потому что, что ни говорите, но уже есть откуда начать свои расследования. То есть криминогенная ситуация в Орловке немножко стала лучше или значительно лучше? Значительно лучше. Значительно лучше стало. Я бы сказал, что на данный момент ситуация достаточно хорошая в Орловке, спокойная. Люди могут идти на работу, не боясь, что им кто-то залезет в дом. Хотя случаются ситуации, есть еще ситуации, я вам говорю еще раз, что я понимаю, что это не решит все вопросы. Даже тот опорный пункт не решит все вопросы. Но вы поймите правильно, смотрите. Пять населенных пунктов, Орловка, Нагорная, Котловина, Плавни и Новосельская, это почти 15 тысяч населения района. И на 15 тысяч населения района работают фактически двое полицейских. То есть два участковых полицейских не могут обслужить 15 тысяч населения. Поэтому мы попросили, чтобы сделать опорный пункт милиции. Вопрос о создании в Орловке опорного пункта пока не решен. И сотрудники полиции находят другие профилактические способы стабилизации ситуации. В течение четырех месяцев данного года силами ренийского отделения полиции, а также измельским отделом полиции сформированы мобильные группы, которые практически каждый день ездят по селам ренийского района, отрабатывают ранее судимых, админнадзорных, профилактируют, дабы пресечь какие-либо преступления, либо правонарушения в ренийском районе, а также в городе Рени. За этот промежуток времени преступлений, а именно в Орловке, не допущено. То, что было совершено, было раскрыто. Касаемо Орловки, касаемо Нагорного, касаемо Плавн и Долинском, там преступлений практически нет. Единственное слабое у нас место, это в данный момент, касаемо преступлений, является у нас Котловина, так как на окраине очень далеко, и там как бы иногда совершается кража живности. Но это был один факт, где были три кражи живности, а именно овец. Пока не раскрытые, пока. Ну, ведется как бы следствие, и есть определенные информации, но пока еще не раскрытые преступления. Так, в принципе, в районе более-менее спокойно. Что касается преступления в Новосельском, которое произошло 23 марта, утешительной информации нет. Полиции пока не удается выйти на след четырех неизвестных, которые зверски пытали местного предпринимателя Георгия Долы, вымогая у него деньги.